всем привет это airpods max распакуем послушаем и конечно сравним с sony wh 1000 xm4 apple в этом году такое ощущение с ума сошли столько новинок потому что apple watch se series 6 homepod mini ipad 8 ipad air с безрамочным экраном свои маки на m1 4 айфона и вроде бы все отстрелялись но нет вот тебе еще одна приблуда и это кстати самый спорный продукт apple в этом году но ведь я их еще не трогал и не слушал и очень надеюсь что это достойные наушники потому что они очень дорогие 550 баксов сша это где-то 40 тысяч рублей 600 евро в европе это где-то 53 тысячи рублей но самая лучшая цена в россии 63 тысячи рублей у меня белый цвет есть также еще серый космос зеленые розовые и синий вот белые черные хорошо остальное такое себе ну и плюс белый кэш пачкаться будут мое почтение но и главный вопрос оправдана ли цена хотя с учетом предзаказов раскупили все час наушники ждать нужно 12 14 недель только в следующем году можно получить очень странно давайте распаковывать красиво смотрится такая дамская сумочка но ну понятно как всегда на рынках одно живую ты смотришь ну и получу так что у нас еще есть в коробке это инструкции яблок нет ну и lightning type-c для зарядки блок питания нет кабеля чтобы подключать проводным способом тоже нет и комплект конечно здесь не богатый первое что могу сказать не сделано очень круто вот приятно все поворачивается как всегда я был капец они тяжелые просто окей спасибо что это не накладные наушники а полноразмерные я уже чувствую как работает шумоподавление прям реально вокруг тишина но очень тяжелый вот на голове такую махину таскать мне уже что-то не особо нравится хотя внешне они классные внешне они классные короче мне сразу хочется настроить и интересно что произойдет если вот так открываю кладу наушники о пожалуйста та самая магия apple о которой сама apple говорит но магия со временем уже не удивляет а вот звук удивляет всегда поэтому подключаем и первым делом слушаем пробуем послушать что-то как родные сели вообще я просто сразу сравнил двое наушников чтобы понимать в каком контексте про них дальше разговаривать и о своих ощущениях от музыки я в конце скажу но вектор мне понять про кейс независимо от того понравились ли мне наушники или нет на мой взгляд он смотрится глуповато честно говорю потому что так ты складываешь и в таком виде кладешь вот эти наушники в портфель естественно все царапается все пачкается у тебя нет защитного кейса но я никогда не ношу наушники в кейсе потому что он про занимает много места я прям бросаю уши в портфель как они там чего еще пофигу меня здесь парит немного другое стоит наушники никак нельзя сложить то есть я их либо так положу либо мне все равно придется таскать кейс потому что здесь есть небольшой прикол и заключается он в следующем есть у нас вот обычный airpods про как они работают ты достал наушники они включены тут же нет кнопки выключения и вот здесь нет кнопки выключения то есть чтобы выключить наушники их нужно убрать в чехол если ты забыл чехол они будут работать два часа и только после этого перейдут в спящий режим это зачем так сделано и трогая подс я уже точно могу сказать что мне понадобится вот такая функция вот чтобы я убрал чтобы это место в портфеле не занимала вот это таскать в портфеле это слишком большая вещь ну окей это сглаживается автономностью она здесь потрясно и про нее мы еще поговорим но цена все-таки 63 тысячи рублей вот эти можно взять за 30 какие-нибудь боус 700 тоже за тридцатку соня вообще на маркете там за двадцать две тысячи продаются не знаю сейчас реклама кстати минуточку внимание в россию приехал zeta и blade v 2020 smart это оптимизированная версия blade v 2020 неплохой дизайн корпуса в двух цветах а сканер отпечатка спрятан в боковой кнопке плюс очень большой дисплей 6 и 82 дюйма hd плюс разрешение самый большой в линейке этого хватит под игры фильмы документы вообще все а соотношение сторон 20 половиной к 9 вытянутый что по железу восьмиядерный процессор 4 гигабайта оперативной памяти 64 встроенный управляется все с помощью оболочки mi favor android 10 для фото и видео предусмотрена квадрокамера основной сенсор на 16 мегапикселей ультраширик на 8 системы антиискажения а также два дополнительных модуля по 2 мегапикселя можно экспериментировать со съемкой изменять глубину резкости редактировать цвет и контрастность фронталка тут на 8 мегапикселей с поддержкой hdr естественно фотки получаются очень даже сочные но и остается автономность одна из самых сильных сторон данного устройства потому что аккумулятор здесь на 5000 миллиампер часов есть умный режим энергосбережения который не часто в смартфонах встретишь плюсы можно от этого смартфона заряжать другие при наличии у т.г. кабеля понятно цена до нового года в связном 12 тысяч четыреста девяносто рублей а в 2021 на тысячу дороже уже будет переходим к материалам чаши они у нас алюминиевые смотрится премиально смотрится круто можно гравировку нанести вообще-то в любые слова были мемы хорошие но она матовая отпечатки не сильно собирает на белом корпусе на черном понятное дело это будет плохо но самое главное что чаши эти будут очень сильно царапаться ну и это ладно пусть царапать ничего страшного они просто придают веса это очень тяжелые наушники зачем здесь алюминий пластик вот наш выход для наушников потому что вот эти весят практически 400 граммов sony весит 250 bows весит 250 понятное дело все это охренительно давит на голову и просто их тяжело таскать ну они реально очень тяжелые дальше душка она выполнена из нержавеющей стали имеет телескопическую систему регулировки чтоб надежно фиксировалась в этом плане хорошо сделали мне понравилось а вот верхняя часть оголовья сделаны из сетчатой ткани с одной стороны удобно не будет потеть голова с другой стороны у нас эта штука не заменяется если она порвется то пожалуйста прикупи новый аэропорт за 63 тысяч всего амбушюры в их производстве используются акустические оптимизированные пеноматериалы с эффектом памяти чтобы это не значило компания в общем обещает что этот цитирую обеспечивает качественную изоляцию и создает основу для потрясающего звука и сидят ухо облегают реально удобно плюс они на магнитах можно менять можно в целом сделать себе какую-нибудь уникальную расцветку купить себе дополнительные амбушюры комплект стоит всего семь с половиной тысяч рублей халява если порвутся можно взять новые внутри у нас обозначена где правая где левая сторона и вот это немножечко не соответствует слухам потому что говорили нам инсайдеры что airpods max который изначально должны были называться ipod studio вообще не имеют сторон то есть как бы ты их не надел одинаково играет с любой стороны то есть создается переориентировка каналов и вот это было бы круто но нет нужно надевать именно правую и левую стороны из хорошего у амбушюр есть эффект памяти запоминают они как все науки сидит это приятно если бы не такой вес реально наверное одни бы из самых удобных ушей были что еще внутри у нас есть датчик который определяет сняли вы наушник или нет соответственно на паузу ставится как на обычных airpods тут есть акселерометр гироскоп и так далее наушники ориентируются в пространстве перестраивают звук если вы надели их легли на бок то они как-то звук делают так чтобы все это очень органично звучал в этом плане apple как всегда постарались молодцы а вот в чем на мой взгляд ребята не постарались это элементы управления которые все делают снизу и это логично потому что рукой дотягиваться но чем ниже тем удобнее здесь они находятся сверху единственная кнопка которая переключает режимы окружающее пространство либо шумоподавление либо вообще выключить и digital crown такой же как на apple watch только он здесь сильно больше регулирует звук и вот тут я надеваю наушники и такой прям вот вот так вот регулировать звук но мое почти это очень удобно на мой взгляд кнопку кнопки вот так нажимать но как можно было додуматься сделать вот здесь колесико громкости очень странно с другой стороны мы надеваем наушники вот так и все у нас элемент управления где надо вот так вполне себе это нормальная тема знать чем нет напоминает бмв как-то решили что поворотники на мотоциклах очень неправильно сделаны на одной ручке разнесли их по сторонам и мотоциклисты смотрели такие чё это уже неудобно в общем это дело лет 15 продвигалась в итоге вернули все как было я думаю что apple со временем тоже поймут что сверху она может быть удобнее но все привыкли когда элемент управления вот здесь снизу а еще все привыкли когда снизу есть тайп си а здесь lightning ну какого фига опять lightning используйте если у вас macsave на айфоне lightning наушниках в макбуках тайп си в айпэдах и тайп си и lightning и с собой нужно кучу проводов я этого не понимаю честно говоря сюда кстати могли бы еще поставить macsave потому что ну вот если я iphone заряжаю новый macsave сделайте здесь специальную магнитную штуку прилепил зарядил почему не сделать за такую цену тем более что еще на корпусе мы видим а точнее что мы не видим логотип apple и это очень хорошо потому что ну совсем бы был колхоз также здесь у нас есть куча прорези и они не просто так сделаны здесь у нас аж девять микрофонов поэтому для звонков эти наушники подходят хорошо но я как раз предлагаю сравнить микрофон с sony вот здесь apple не должны подвести запись как меня слышно оценивать хорошо ли плохо хороший ли звук то вообще так теперь sony вот эти вообще как родные сидят легкие мое почтение так пробуем записать на sony звук поехали как меня слышно на sony то я уже понимаю что здесь микрофоны сильно хуже чем в airpods ладно слишком много слов наконец-то можно поговорить про звук потому что звук это конек airpods на английской версии сайта apple это звучит как sounds be like epiphany что можно перевести как звучит как боженька но в российской версии написали просто сказочный звук что apple сделали чтобы здесь звук был сказочный собственно про амбушюры материала сказал но чашки наушников здесь еще оснащены механизмом который позволяет им поворачиваться независимо друг от друга и правильно распределить давление это значит раз второе драйвер разрабатывали в apple самостоятельно третье внутри установлены драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами принцип схож с динамиками в профессиональных напольных колонках загибаем пальцы дальше у нас здесь чип apple h1 даже целых два такие же как в airpods про они отвечают за управление шумами за обработку музыки и так далее то есть по технологиям здесь все хорошо соединение происходит через bluetooth 5.0 из кодеков только sbc и aac никаких тебе и 5x и 5x hd тут такого у нас нет ну и самое главное каково же здесь качество звучания и так многие подозревали что звук здесь будет похож на airpods pro это конечно же не так звук здесь отличается хотя бы из-за того что это наушники другого типа и вот в airpods max звук наверное больше к таким аудиофильским наушником вроде одизе вроде наушников о по которой уже копников отношения не имеют и мне он честно говоря совершенно не понравился понятное дело что мнение куча и здесь звук подойдет больше тем кто любит именно аудиофильскую тему с одной стороны но с другой стороны аудиофилы книга в жизни будут пользоваться беспроводными наушниками я послушал несколько песен на этих наушниках на sony вот вам их список целиковый и какие песни звучат на airpods max лучше вот вам список а вот список какие песни звучат лучше на sony и вы меня спросите а почему я просто полный список в sony воткнул а в airpods ничего не воткнул а потому что для меня все песни прозвучали на sony лучше тут и басы нормальный потому что в максе басов по сути просто нет очень плоские наушники до верха не задраны середина хорошая но мне вот не понравилось я понимаю сколько людей столько мнений но вот так ах да и самое важное наушники очень тихие sony ну не в полтора раза но они громче чем airpods max поэтому если где-нибудь в метро их использовать я не знаю мне кажется все-таки метро там будет заглушать звук поэтому по звуку прям расстроили честно говоря следующий любопытный момент здесь нет джек три с половиной а поэтому люди которые захотят использовать эти наушники в работе например для монтажа или музыку сводить или еще что то все-таки тоже apple за 63 тысячи рублей как воткнуть сюда кабель для проводного звука так как беспроводной звук задержка будет в любом случае apple продает специальный кабель за три с половиной тысячи рублей всего лишь это джек лайтнинг и конечно же можно купить просто вот так вот такой кабель как я на амазоне взял он стоит 100 рублей интересно работает ли для этого мне потребуется мой комплюктер я достаю вот так макбук ставлю и мы сейчас с вами все это протестируем боже какой он грязный ничего страшного ну внешне наушники причем прикол не работает придется покупать за 3 хотя у меня еще это официальный переходник apple на джек три с половиной попробуем такую схему ну что ж тоже не работает так что проводной звук мы с вами никак не проверим не отвечу я и на другой немаловажный вопрос а если эти наушники сели будут ли они работать по кабелю без зарядки что-то мне подсказывает что не будут они работают те же sony если я беру они сели я естественно в них монтирую и все нормально то есть ты подрубил тебя пожалуйста звук идет понятно что без шума подавления но она в работе ты не нужно ну и про автономность я вам не рассказал звук ни в чем дорогие очень тяжелый но вот автономность здесь хорошая 20 часов шум подавлением вот за это прям хвалю правда кто купит конечно не знаю кстати за 5 минут зарядки дает полтора часа работы но apple не уточняют через какой адаптер может быть тоже придется докупить отдельный 20 ваттный адаптер вот так ну и вывода не наверное здесь излишне не могу рекомендовать к покупке все-таки аудиофилы остаются с проводами остальные тратить 63 тысячи рублей на наушники которые звучат хуже чем наушники за 22 тысячи рублей но это есть на маркете искать там официальная цена конечно подороже это кстати xm4 я вообще пользуюсь третьими меня вообще во всем устраивают не вижу смысла на 4 переходить но в студию нас лежат для работы в общем sony one love apple с последним продуктом в этом году прямо на мой взгляд подкачали потому что маки на м1 космос айфоны получились достойные он под мини звучит просто сказочно earpods max такая история зачем делать их алюминиевые зачем делать их алюминиевыми идет переориентировка то есть создается период переориентировка чё же хотел такого важного сейчас сказать третье внутри установлены драйверы с двумя кольцевыми неодимомыми загиб загибаем пальцы дальше за мое почтение уже много раз сказал а а и Редактор субтитров А.Семкин